ребят всем привет сегодня видео начинается у нас необычно на улице темно время уже 5 минут 11 забираем автомобиль мы его днем сегодня проверили он кстати уже стоял вот на каком-то находится в транспортной компании стоял на каком-то автовозе для проверки его с автовоза сняли моего проверили заказчик заказчика решения принимала долго его обратно загрузили на автовоз ну чё снимаю ничего не видно загрузили на автовоз и вот вечером уже приняли решение покупать данный автомобиль с автовоза его сгрузили приехали проверили документы все сверили при нас перевели деньги на автомобиль сейчас мы его заберем поставим себе на стоянку ну а завтра уже поставим в транспортную компанию и попутно решили сделать видео поподробнее уже расскажем для вас завтра наступит очень быстро буквально за одну секунду ну собственно как я говорил для вас утра настанет очень быстро и вот он уже при дневном свете mitsubishi pajero mini и так данный автомобиль 2008 года выпуска с родным аукционным листом с родным пробегом 130 тысяч стоит он стоил 390 тысяч рублей это был не подбор автомобиля это был штучный осмотр как я говорил посмотрели днем думали 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 машину уже погрузили на автовоз вечером приняли решение покупать потому что автовоз отходил вечером с автовоза сняли мы его забрали и так значит технические характеристики немного двигатель 07 4 цилиндра turbo коробка передач устанавливается либо автомат либо механика в данном случае у нас механика пятиступенчатая двигатель 4 цилиндра обратите на это внимание автомобиль 07 turbo 64 лошадиные силы что-то говорить про клиренс знаете вот клиренс все как-то меряют читают по-разному кто там по бамперу по переднему кто по бокам вообще клиренс мерится по самой нижней точке автомобиля здесь просто наглядно посмотрите само то и по городу и в деревню куда-то сзади у нас мост кстати автомобиль по меркам по джериков джимиков киксов он не ржавый смотрите состояние да он как бы арочки днище немного грязно но поверьте если автомобиль ржавый это видно сразу каких-то там супер наворотов автомобиль не имеет внешний вид фары обычные установлены туманки рожок как видите на обдув турбины по надежности двигателя опять же как заявляет завод-изготовитель там 1180 200 он ходит обслуживайте вовремя любые автомобили прослужит они намного больше бензобак справа это сейчас актуально у нас по городу нет бензина у нас огромные очереди основные автомобили в основном автомобили у них крючок бензобака идет слева вы просто не представляете какие не представляете какие сейчас очереди сзади как видите запаска есть комплектация где нет колпака есть вот как здесь с колпаком давайте посмотрим багажное отделение салон мы перейдем к двигателю значит багажное отделение есть небольшой ящик для хранения это у нас сломается там прячется донкрат вот здесь болячки их не здесь смотрите даже намека на ржавчину нет вот такого плана вот полочка могу поставить одной рукой вот это вот японец это это сам смастерил накладки вот такие вот идут подголовники они есть они лежат вот они лежат задние сиденья можно отрегулировать немного по наклону вот здесь вот надо разобраться нормально установить мы собственно само багажное отделение я не могу сказать то что она большое но тем не менее какие-то покупки с магазина сюда влезут если вы хотите что-то перевести ну я даже больше скажу автомобиль он раз-два-три-четыре четырехместный но по факту удобно здесь будет ездить только двоим да можно сзади посадить ребенка но опять же сейчас вот это кресло отодвинуто практически назад я сюда сяду меня будут упираться коленки ребенка сюда переднее кресло пассажира немного двигаем вперед из удобств ничего особенного нет есть подстаканник есть какая-то ниша с правой стороны тоже самое везде идет пластик здесь пластик стоечки идет немного помягче больше ничего такого интересного там нет также на автомобиле такого плана устанавливать багажники чтобы загрузить побольше сюда вещей дверь открывается широко дверная карта ребят здесь пластик но он такой помягче идет небольшая тканевая вставка значит как попасть на второй ряд сидений подвигаемся дужку есть проход я еще раз повторюсь то что взрослому там будет тесновато вот зато по передней части поверьте место довольно много собственно вот так она выглядит есть бардачок где-то было аукционный лист на автомобиль так сейчас покажу да вот он три с половиной балла кузов целый сто двадцать восемь тысяч пробег на автомобиль видите на коробке сейчас вернемся к этому хочу сказать вот коробка и автомат на коробке автомобиль действительно едет для своих 64 лошадиных сил turbo он едет резина установлена на данном автомобиле зимняя но она так себе я бы конечно и и если честно поменял размер 175 80 на 15 передние тормоза идут дисковые задние идут барабанные тормоза так ну что еще из внешнего вида показать посмотрим со стороны водителя открывается он с ключа как с ключа также на ключе можно нажать кнопку так сейчас заведем его немного не заводится смотри японцы какие молодцы то есть автомобиль стоит на коробке он не заводится сцепление выжили автомобиль завелся пробег 129 тысяч в автомобиле он такой немного не убранный вот но это мелочь дальше значит что касается раздатки задний привод 4 воды то есть данный момент так сегодня холодно печку включить в данный момент автомобиль заднеприводный вот чтобы включить 4 воды рычаг переводе в 4h перевели у нас загорелась 4 вода и все автомобиль из заднего привода превратился в 4 воды чтобы выключить соответственно рычаг назад все у нас все потухло опять автомобиль задней приводы но поверьте задний привод он не едет вообще то есть автомобиль он легенький очень тяжело плюс можете куда-нибудь улететь туманки включения туманок также складывание зеркал регулировка зеркал снизу есть мне так показать вон он установлен корректор фар печка все просто все стандартно все просто ребят накрутил очках идет есть пепельница прикуриватель спрятан вот но я уже повторял не раз это сейчас не актуально по оснащению тоже все очень просто дворники поворотники фары как включается дальний свет обычно привыкли от себя здесь такого нет здесь один раз на себя как будто бы ты моргнул дальний свет загорелся еще раз на себя дальний свет выключился зеркало заднего вида но я бы его поменял бы сделал бы сюда побольше солнцезащитные козырьки еще мне не нравится что здесь нет подсветки для водителя посередине она есть но вот это конечно минус то есть вчера было неудобно здесь стоит обычная магнитола самая простая с дисками но можно установить два динновский магнитофон сюда бардачок мы уже говорили ну и сверху такая вот есть небольшая полочка здесь пластик пластик жесткий значит по обзору автомобиля капот видно замечательно то есть габариты будем чувствовать есть рожок зеркало который видит у тебя левую сторону это тоже тоже очень удобно вот ну и в принципе наверное все вот коробка пятиступенчатая она есть еще понижающая передача здесь по месту место поверьте до 100 вот а двоим по передней части будет просто шикарно замечательно тереться мы не будем будет все отлично так давайте мотор заглушим мотор заглушен и посмотрим что у нас себя представляет подкапотное пространство так же руль у нас так руль у нас здесь не регулируется ни в каких положениях сидушку можно немножко приподнять регулируется спинка все четких немного неудобно мне заниматься собственно вот он сам мотор подкапотное пространство тоже все очень удобно тормозная жидкость аккумулятор блок предохранителей турбина механическая заслонка расширительный бачок собственно сам радиатор установлен гидроусилителя руля не электро именно гидро щуп для проверки масла тоже не надо никуда тянуться все здесь удобно двигатель у него стоит не цепь у него стоит ремешок грм вот он соответственно при покупке такого автомобиля нужно обязательно вскрывать крышку и смотреть состояние ремня чтобы он не порвался потому что если порвется ремень грм это конечно же не есть хорошо само подкапотное пространство тоже не ржавый у них болячка вот здесь на стыках у них гниет вот здесь вот стык лонжерона чашки тоже вот присутствует гниль на большинстве автомобилей да здесь есть рыжики автомобиль 2008 года выпуска у него пробег 130 тысяч но поверьте для поджири к это достойное состояние автомобиля тем более стоит он 390 тысяч рублей что вам еще здесь показать болты вот эти вот тоже блестящие герметики в данном автомобиле все идет заводское что касается замены масла вы вы меняли масло в данном автомобиле раз в четыре тысячи да это часто рекомендуют раз в пять-семь тысяч но был опыт эксплуатации автомобиля 07 turbo в принципе это не дорого не недорого но зато автомобиль проходит прослужит вам намного дольше обязательно нужно проверять температуру замерзающей жидкости да когда получаете автомобиль ну вообще чтобы он не замерз потому что автомобиль может прийти там температура замерзания будет минус 15 минус 20 автомобиль придет а у вас там минус 50 конечно тоже есть хорошо были такие случаи когда температура проверялась закрылся температура проверялась с ребятам говорили что нужно поменять ребята положили на это все и ехали по своим делам в итоге она на ходу у них жидкость замерзала так давайте подведем небольшой итог по джерри мини 2008 года выпуска с родным пробегом 130 тысяч стоимостью 390 тысяч рублей отличный городской компактный мини внедорожник за эти деньги кому нужна помощь обращайтесь с радостью поможем проверим сопроводим отправим ну и также ребят не забывайте подписаться на наш канал подписаться на наш канал а 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